Всем привет! С вами Штурм, проект Rust. Ну что же, давайте быстренько пробежимся по обнове. Первое нам, что добавили, это вот такой транспортный вертолет. Вот здесь по бокам у него баки для топлива. Два посадочных места. Один пилот, один пассажир управляется слева. И только слева. Взлетаем. Управление такое же, как на маленьком великоптере. Сейчас мы его чуть-чуть подамажим, приземлим. Ремонтируется также киянкой и металлом. Спамятся их всего 5 штук на стандартной карте 4000. Расход топлива сейчас посмотрим. Давайте немного еще покружим. Посмотрим, какой расход топлива. Управляется достаточно легко. Так скажем, немного проще, чем коптер. Так как вертолет тяжелее. Можно зависать на нем. Вот такой расход у нас. 26 штук топлива получается. И ремонтируется обычным плавленым металлом. Сзади у нас вот такой большой отсек. Не знаю, сколько человек здесь может максимально уместиться. Отсюда можно отстреливаться. С разных сторон бегать, перемещаться, укрываться, хилиться. И десантироваться на вражескую территорию. Пока без парашюта. Немного изменили управление лошади. Теперь у нас два варианта. Либо вести за собой ее можно, либо оседлать. По умолчанию сразу мы оседлаем лошадь и на ней поскачем. Но можно нажать клавишу вести за собой. Причем если быстро двигаться, она останавливается. Как видите. То есть бежать не получится и вести за собой лошадь. Бежим! Оседлать и вот быстро ускакать это мы можем. Медведь! Свои! Медведь! Бежим! Медведь! Не узнал что ли? Вот мы ушли от преследования. И сейчас еще раз попробуем вести за собой. Вот я пешком иду. Не быстро перемещаюсь, а иду. Лошадь идет за мной. И вот она уже отстала. То есть довольно таки медленно получается ее вести за собой. Не знаю, может пофиксит это как бы. Но это очень медленно. Если мы будем вот так ее еле-еле душа в теле вести за собой. Наверное, проще доскакать будет. Возможно, это сделали для того, чтобы вытаскивать их, так скажем, когда они забагуются. Откуда-нибудь выводить. Изменения, касающиеся автоматически турели. Теперь просто так ее не включить. К ней нужно подводить питание. Здесь у нас, вот как видите, клавиши включить пропало. То есть мы можем авторизироваться, развернуть ее, загрузить патроны. Не более того. К ней нужно будет подводить питание. Еще три дополнительных клемма у нас появилось, которые сигнализируют, когда у нас кончились патроны в туреле. Когда их осталось мало. И когда обнаружена цель. Вот так мы запускаем генератор. Кстати, тоже новый, который ввели. О нем чуть попозже я покажу. И как только питание мы отключаем, турель тут же отключается. Отключаем и покажу небольшой баг с этой турели. Почему-то ее сделали очень медленной. Вот я сейчас деавторизовался с нее. И как видите, есть такой баг, что если бегать вокруг нее, она не успевает сагриться. То есть очень медленно стала поворачиваться. Ее можно вот таким образом расколотить. Либо есть вариант прыгать и приседать возле нее. Но тут надо немножко потренироваться, так скажем. Просто приседать не получается. А вот когда прыгаешь и приседаешь. Ну вот тут можно ловить моменты. Все очень медленно она проводится. Потренироваться и будет вообще прекрасно. Ну вот четко работает, когда есть место вокруг нее бегать. Здесь она вообще не успела. Только когда останавливаешься. В общем, таким образом. Можно ее калашмотить. Но вот байкить ее не получится, так как сделали то, что максимально она стреляет 3 патрона. Если потом не попадает в цель, она прекращает стрельбу. Что касается нового генератора в изучении, он стоит 75 скрапа. И смотрим сейчас. Изучаем и смотрим в крафте, что для него нужно будет. Так, и теперь посмотрим, что нужно, чтобы его скрафтить. Я вот здесь везде пролазил, но как оказалось, он находится в прочих. То есть искать его нужно в самом низу. Вот здесь вот он появляется. Требуется второй верстак. 15 МВК и 2 шестеренки, чтобы скрафтить передвижной генератор. Как мы знаем, для изучения ракетницы нам нужно 500 скрапа. И вот снизили крафт. Теперь можно его крафтить на втором верстаке. Но вот как ни странно, ракета осталась на третьем верстаке. Также 125 скрапа. Но для нее нужен будет третий верстак. Я надеюсь, это поправит. Иначе как-то нелогично будет. И что касается гранатомета, вроде... Вот смотрите, 6 зарядов и осталось 8 хп на обычную железную дверь. Ну, либо ее добить, доковырять чем-то, либо седьмой патрон и скорострельность повысили в гранатомете. Теперь можно быстро выносить двери. Ну, вот такая обнова к нам подъехала.